Здравствуйте, ребята! Меня зовут Велоусова Татьяна Геннадьевна, я учитель химии. Сегодня в продолжении темы классификация органических веществ я бы хотела вас познакомить с видами углеводородов. Итак, углеводороды это одна из разновидностей органических веществ. Общая формула углеводородов может быть записана вот так, CXHY, где количество углерода и водорода находится во взаимосвязи согласно общим формулам, которые имеют гомологические ряды. Итак, напомним давайте, что все органические вещества условно делятся на ациклические, то есть не имеющие цикла, и существуют циклические. Теперь давайте мы выясним, какими бывают и те, и другие. Итак, ациклические внутри себя могут подразделяться на первый вид веществ. Это предельные углеводороды. Второе их название алканы. И вот здесь я обращаю ваше внимание, что у алканов суффиксное окончание "-ан", что означает, что у них в составе находится одна одинарная связь между углеродом. Эта связь будет, соответственно, сигма. Так, общая формула алканов, кроме того, что они называются предельные, они называются еще иногда насыщенные углеводороды, их общая формула будет выглядеть так. СН, H2Н плюс 2. Н в этом случае начинается от единицы. Теперь обращаю ваше внимание на тот факт, что название класса веществ вам всегда будет подсказывать, какой суффикс имеется в общем названии алканы. Он будет, соответственно, у всех абсолютно алканов в том числе. Итак, первый из алканов это будет CH4. Он будет называться, соответственно, метан. И обращаю ваше внимание, суффикс именно такой же, начиная с метана и заканчивая всеми последующими. Но, например, третий будет иметь формулу C3H8. Путем подстановки это несложно получить. И он будет называться пропан. А, например, C20, когда 20 углерода, H42 будет называться эйкозан. И суффикс его будет точно такой же, суффикс ан. Итак, ациклические соединения внутри себя делятся также на непредельные. Непредельные. Или их еще называют ненасыщенные. Но непредельные это те, у которых есть в составе между углеродом Пи-связи. Но непредельные обычно подразделяют дополнительно на алкены, суффиксное окончание иен, или второе название алкелены. И тогда суффикс и-лен, значит, алкены это вещества, у которых между углеродом двойная связь. Одна из них будет сигма, вторая Пи. Общая формула алкенов CnH2n. n в этом ряду начинается с двух. И тогда формула первого алкена будет выглядеть так. Значит, это будет формула алкена, где будет одна двойная связь, два углерода. И он будет называться этин, он же этилен. Он же этилен. Дальше, кроме алкенов существуют еще алкадиены. Так, давайте посмотрим, суффикс будет ди-ен, две двойных связи. Значит, эти двойные связи могут, к примеру, располагаться вот так. Сигма Пи, сигма Пи. Но они не обязательно именно в таком положении могут быть друг за другом. Это называется кумулятивная форма. Они могут с чередованием быть. Двойная, одинарная, двойная и так далее. Но это уже внутри этого класса мы с вами разберемся. Общая формула их СНН-2. Н в этом ряду начинается от тройки. И общие формулы я вам прям настоятельно рекомендую запомнить наизусть. Тогда вы будете легче ориентироваться в углеводородах и во всех последующих веществах, у которых общие формулы, безусловно, вы будете изучать. Итак, алкодиен первый – это три углерода, две двойных связи. И формула будет тогда его структурная вот так. Он будет называться пропадиен. Смотрите, в основе лежит пропан три углерода. Диен означает две двойных связи. Но в этом случае эти двойные связи по-другому находиться не могут. А вот там, где возможно движение этих связей, нужно будет указывать, где именно находится двойная связь. Кстати, такой же порядок и в алкенах. Значит, должна сказать, что помимо одной двойной связи, двух двойных связей, существуют и другие виды непредельных с тремя двойными связями. Триены, так называемые, с четырьмя и так далее. Все, естественно, мы приводить не будем, а приводим основные. И существуют еще с тройной связью. Например, это могут быть алкины. Очень часто их называют по первым представителям этого ряда ацетиленовые. Тогда между углеродом существует тройная связь, сигма и две пи. Общая формула этого ряда выглядит так. ЦН, H2Н, минус два. При этом я не ошиблась, она такая же, как у алкодиенов, это межклассовые замеры. Но Н в этом случае начинается от двух. Тогда формула первого будет иметь два углерода, одна тройная связь и данное вещество будет называться этин. Значит, смотрите, в основе лежит этан, это два, эт, это два. Ин-суффикс меняет ан на ин, и мы получаем с тройной связью вещество этин. Он же называется по-старому ацетилен. Это его тривиальное название, сложившееся название, которое данное вещество имеет. Но еще раз подчеркну, кроме алкинов с одной тройной связью, бывает еще, соответственно, с двумя тройными связями, алкодиены, алкотриины и так далее. То есть существует множество таких видов углеводородов. Но все в школе не рассматривают, поэтому мы рассматриваем основные представители каждого из видов непредельных. Теперь переходим к циклическим. Внутри себя они подразделяются на циклоалканы. Циклоалканы. Посмотрите, как устроено название. Цикло – это префикс. Суффикс «ан» означает наличие одинарной связи. То есть между углеродом все так же сигма-связь. Но, соответственно, есть цикл. Общая формула – CNH2N. Обратите внимание, она ровно такая же, как и у алкенов, только «н» в этом случае начинается с трех. И примером такого соединения будет вещество вот такого строения, как треугольник, формула его. И это вещество будет называться циклопропан. Давайте посмотрим, почему так название. Цикло – префикс, означающий замкнутый. Пропан, потому что три углерода, суффикс «ан» – одинарная связь. Дальше. Среди циклических, кроме циклоалканов, существуют циклонепредельные. Там могут быть и двойные связи в этих веществах. Но такие вещества мы подробно не разбираем. Хотя они тоже, наверное, вам понятны, как построены. И еще мы давайте укажем, что такое ароматические. Такое название получили эти вещества из-за того, что они имеют запах. В основном углеводороды не имеют запах, а эти вещества оказались такие своеобразные, имеют запах. Очень многие из этих веществ присутствуют в нашей жизни и имеют характерные запахи. Не могу сказать всегда приятные, но эти вещества обязательно имеют этот запах. Ароматические углеводороды, которые мы будем с вами использовать более часто – это арены. Причем слово арены – это слово сочетания ароматические иены. А иен, я напомню, это наличие двойной связи. Общая формула. СНН-2Н-6. Н в этом случае начинается с 6. Первым представителем является вещество вот такого строения. Внутри него рисует круг, который означает наличие пиэлектронной системы. Я специально пропишу углерод и водород, чтобы вы видели, как построена формула этого вещества. Данное вещество, казалось бы, должно иметь корневую структуру в названии гекса, потому что 6 углерода. Но так сложилось, что это вещество все-таки называют бензол. Это название происходит от названия бензоловой или бензольной кислоты. Но ароматические углеводороды могут иметь не обязательно один цикл. Приведу еще один вам пример вещества, которое будет подчиняться, конечно, другой формуле. Это может быть вещество с двумя бензольными кольцами. Это вещество называется нами дома нафталин. Это вещество является твердым. Его используют обычно для борьбы с молью, с тлей, которая может поедать шерсть и так далее. То есть это ароматический. Как вы можете видеть, представление об углеводородах, я надеюсь, у вас состоялось. Итак, в них могут быть одинарные связи. Тогда суффикс будет обязательно ан. Будь то не циклический, будь то циклический. Ан будет обязательно. Если есть пи-связь, обязательно с суффиксом будет ен. Если одна двойная связь, если их две, диен, триен и так далее. Если тройная связь, суффикс ин, ди-ин, три-ин, так же возможно. И существует еще особый вид ароматические углеводороды, которые являются производными, как правило, содержащими бензольные, естественно, кольца. Такие кольца могут быть в одном количестве, одноядерные, многоядерные, так же существуют. Вот так выглядит деление углеводородов. Но это мы разобрались только пока с углеводородами. Органических веществ очень много. Поэтому следующими на очереди будут кислорода, содержащиеся, с которыми мы тоже с вами познакомимся. Ну а на сегодня у меня все. До свидания, ребята. Субтитры создавал DimaTorzok